Всем привет! Вы попали на мой канал, YouTube, самый быстрый способ изучения корейского языка. С вами учиться корейского языка Соня. 안녕하세요. 한국어로 배우는 가장 바른 먹방. 한국어 선생님 Соня입니다. В этом видео мы с вами будем проходить корейское соединительное окончание 고. Так что, если вы хотите научиться говорить по-корейски грамотно, красиво у настоящей кореянки, то не переключайте и оставайтесь со мной. Итак, друзья, давайте сначала посмотрим на сегодняшнюю грамматику. Итак, друзья, как вы видели, окончание 고 присоединяется к основе прилагательного или глагола и выполняет соединительную функцию при перечислении двух и более действий, состояний или фактов. Вот, например, как можно говорить большое и, большая и, большое и, большие и, или были большим и, было большое и, было большим и, или были большим и. Вместе попробуем. Сначала берем нашу вазовую форму знакомого прилагательного, то есть словарную форму прилагательного, к-да, к-да. Помните? И я вам уже сказала, что в корейском языке в вазовых формах прилагательного или глагола последний слог та, это всего лишь окончание и всегда меняется. Но к-к, который находится перед слогом та, это основа прилагательного и не меняется. Так что для образования большой и, большая и и так далее, сначала отпросим последний слог та и к основе прилагательного мы прибавляем окончание 고. Так что, большой и, большая и и так далее, это на корейском, к-ку, к-ку. Улавливайте? Такой просто. Тогда продолжим упражняться. Берем нашу словарную форму есть, бок та, бок та, помните? Да. А тогда как можно говорить ем и, ешь и, есть и и так далее, потом ель и, ела и, елу и, ели и, и так далее, вот, это будет на корейском, бок, ку, бок, ку, почему? Потому что мы к основе глагола прибавляли окончание ку, так что, бок, ку, ем и, ешь и и так далее, это на корейском, бок, ку, улавливайте? Тогда, друзья, берем глагол делать домашнее задание, сукцехада, вот, вот это базовое форму, основа глагола сукцехада, вот, тогда как можно говорить делаю домашнее задание и, делаешь домашнее задание и, делай домашнее задание и, и так далее, потом делай домашнее задание и, делала домашнее задание и, и так далее. Попробуем, это будет на корейском. Почему? Потому что основа глагола это К основе мы прибавляли окончание Улавливайте легко и просто Тогда, друзья, как можно соединить эти два предложения? Сумка дешевая, сумка красивая Как можно соединить эти два предложения? Попробуем Мы сейчас разговаривали в вежливо неофициальном стиле Друзья, вы можете вот таким образом говорить Здесь последовательность фактов не играет роли Так что вы можете менять порядок этих двух предложений Улавливайте? Тоже верно Почему здесь не Потому что Вазовая форма, словарная форма Еппою это Еппы да Еппы да Вот, так что К основе епы мы прибавляли окончание ку Так что Кабанги епы ку саю Вежливо неофициальном стиле Лавливайте Тогда, друзья, как можно соединить эти два предложения? Нина смотрела телевизор, Антон делает домашнее задание Как можно соединить эти два предложения? Попробуем Нина нын телепиционер 보고 Антон нын сукчэ 했어 Вот так Помните? Вазовая форма, то есть словарная форма Васса это Бо да Вот, так что К основе по мы прибавляли окончание ку Вот, улавливайте? Легко и просто Мы сейчас разговаривали про вторичном стиле Если вы не знаете стиль общения, я под видео оставила ссылочку в видео Вы можете посмотреть Или, друзья, вы можете и вот таким образом говорить Антон нын сукчэ ха гу Нина нын телепиционер васса Вот так Улавливайте? Легко и просто Тогда, друзья, кто-то у меня спрашивает вот так А почему вам нравится господин Чонгук? Это на корейском Тогда я хочу ответить Помогите, пожалуйста Как можно говорить на корейском Господин Чонгук добрый и умный Это будет на корейском Чонгук си нын чак ха гу Тук тук хе ю Или нам можно и таким образом говорить Чонгук си нын тук тук ха гу Чак хе ю Вот так Улавливайте? Легко и просто Тогда, друзья, на этом я заканчиваю Так что, если вам понравилось общаться с этой корейской подругой Или вам понравилось видео Не забудьте подписаться И поддерживать меня лайком Так что целую Тхи нын Но watering Не забудьте подписаться